здарова значит здесь я хочу поговорить об одном качестве который является на мой взгляд важнейшим для любого предпринимателя особенно если это предприниматель в сфере услуг если этого качества человеке нет то вряд ли он когда-нибудь добьется каких-то больших результатов заработать серьезные деньги и скорее всего так и останется где-нибудь на самом низу значит так уж сложилось что я сам занимаюсь сферой услуг и моя услуга крайне специфическая причем каждый про свой бизнес может сказать что его услуга специфическая но я буду здесь спорить с любым этим каждым и моя услуга реально более специфическая чем многие другие потому что в нашем случае для того чтобы клиент принял решение воспользоваться моей услугой ему нужно просто преодолеть огромное количество собственных психологических барьеров то есть нужно просто принять тот факт что до его не устраивает ситуация женщины в первую очередь и так уж сложилось от природы что для мужчины это просто катастрофически тяжело очень многие мужчины которые особенно добившиеся чего-то в жизни для них прям вот то есть они будут обманывать себя до последнего лишь бы только не признать необходимость развития в этом вопросе хотя для меня это очень странно потому что когда я об этом услышал в свое время первичная моя реакция была такая что я такой сказал что блин это для каких-то лохов зачем какой тренинг вообще у меня все нормально да у меня было отторжение но когда я увидел как это делают ребята как они легко общаются с девушкой меня вопросов не осталось у меня был только один вопрос когда я смогу пойти научиться я к чему вообще все это записываю то что я езжу на рыбалку часто время от времени я снимаю какие-то домики где мы останавливаемся то есть если я хочу взять с собой семью жену ребенка моих родителей я беру максимально комфортные кит условия но если я еду один мне на самом деле немножко как бы все равно но так или иначе я все равно требую за свои деньги какого-то сервиса и сейчас вообще что меня натолкнуло на то чтобы снять это видео кроме того что сейчас нереальная жара просто нереальная и я сижу в лодке вот так вот посреди озера наверное уже часа полтора здесь сижу я просто приехал чтобы занять место так как в такую жару точно ничего не клюет то есть просто вот нужно ждать когда она спадет но потом приедут рыбаки а я уже стою на их месте самые козырные занял короче я здесь приехал и снял очередной домик в очередной раз ничего хорошего не было пришлось уже выбирать из того что осталось и в общем это отвратительный домик просто эта история когда люди сдают просто какое-то дерьмо такое ощущение складывается что ты живешь у них в сарае то есть они сами живут в доме на их территории есть какой-то листевой дом максимально неуютные какие-то низкие потолки все собрано из того что было маленькие окна там темно то есть самое большее что меня выбесило и вчера я с ними поругался на этот счет сразу они все поменяли там вместо кровати какие-то старые раздолбанные диваны и вот что меня больше всего выбесило что мне пришлось самому как они сказали правда я заставил их одевать это постельное белье то есть самому застилать постельное белье она принесла говорит вот берите застилийте я никогда этого не делаю сам слава богу уже давным-давно я этого не делаю сейчас эта функция моей любимой жены у меня свои функции у него своя функция я терпеть не могу застилать там какое-то постельное белье я вчера немножечку поставил на место играed добавляю за херня вообще почему так сдаете такое то есть крайне неуютно неудобно И вообще самое первое, когда я захожу в какие-то домики, если я вижу вот такую вот туалетную бумагу, ну как вот это примерно, то все. Для меня, мое мнение об этих людях, которые сдают в аренду жилье, о том, какие они предприниматели, какие они хозяева, сразу складывается моментально. О чем здесь говорить? Если у них в туалете вот такое вот дерьмо, причем я заплатил, ну, не самый дорогой домик, потому что нормальные были заняты, да, но не самую маленькую сумму за эти 4 дня. И я думаю, что, ну, во-первых, у них в доме точно не такая туалетная бумага. Во-вторых, ну, неужели вы настолько жадные, что не можете купить, сука, хорошую, нормальную, качественную туалетную бумагу. И дело не в бумаге, а дело в том, что вообще люди не готовы вкладываться, не готовы улучшать свою услугу, и они еще говорят, ну, такое-то надо вкладываться, это надо то, надо все. Ну, конечно, и причем этот хозяин там, хозяин и хозяйка, он говорит, вот, приезжайте к нам потом еще с семьей, он искренне недоумевает, что у него реально дерьмовая услуга, несмотря на то, что ему даже об этом говорят. И, конечно же, я свою жену и своего ребенка в такой сарай никогда в жизни не повезу. И люди не понимают, почему к ним не возвращаются клиенты. Потому что, еще раз, самого главного вот этого качества нет. Если у него нет желания сделать свою услугу лучше, то бесполезно дальше что-то продолжать. Если желание есть, научиться клиента ориентированности, научиться думать о том, как сделать комплиментарные какие-то вещи. То есть, этому всему можно научиться. И я не собираюсь, допустим, бесплатно, тем более, обучать этого человека его бизнесу. Но я, как клиент, туда больше не приеду. И, допустим, еще один домик, я вспомнил, вот мы с женой приезжали там какое-то время назад. Тоже женщина, когда мы уже выезжали, первый ее вопрос был такой. Она говорит, вместо того, чтобы спросить, было ли нам хорошо, как мы отдохнули, то есть, она вместо этого спрашивает, первый вопрос, вы тут ничего не сломали? То есть, ну, здесь уже, конечно же, полное отсутствие социального интеллекта. Если человек в такой парадигме живет, ну, все, значит, больших денег, каких-то вообще вменяемых денег он никогда не заработает. Поэтому, ребят, если кто-то из вас занимается бизнесом в сфере услуг или хочет заняться этим бизнесом, открыть такой бизнес, первое, подумайте о том, как вы можете сделать клиенту максимально хорошо, чтобы клиент захотел приходить еще раз, захотел приводить своих друзей, коллег, товарищей, в общем, рекомендовал вас всем. Это очень-очень важно. Ну, и, конечно же, я приглашаю вас к себе на тренинг, воспользоваться моей услугой, которая очень специфическая, но она меняет жизнь человека просто кардинально. Все, увидимся. Пока.